Здоровки, я Мига. Погнали посмотрим видосичек. Сейчас ты узнаешь об инопланетном сигнале и как общаться анонимно. При поддержке паблика Жизнь Ютуб. Тыщ, всем привет! Вы слышите? Да. Я не слышу, но это не значит, что... Нет, я слышал там какие-то странные звуки. А, это тогда сигналы из космоса были, да? Что инопланетяне прямо-таки кричат нам на ухо, а мы этого понять не можем, так как эта речь может быть для нас вообще не звуком, а чем-то за пределами нашего понимания. И тем не менее, сегодня речь пойдет о сигнале внеземного происхождения, который удалось поймать. Сразу скажу, это не фейк. Сигнал внеземного происхождения действительно был пойман радиотелескопом, который называется большое ухо. Это ухо, в отличие от нашего маленького и кривого, может услышать такого рода послание. Но перед тем, как мы начнем углубляться в тему, давайте я расскажу, как все было. 15 августа 1977 года доктор Джерри Эйман зарегистрировал сигнал неизвестного, предположительно, внеземного происхождения. Сигнал был пойман радиотелескопом большое ухо в университете штата Огайо во время программы обнаружения активности внеземных цивилизаций. Сигнал продолжался всего 72 секунды и до сих пор является загадкой. Что это было? Сбой в системе или пришельцы? Мы здесь, чтобы узнать правду. Вам, наверное, должно быть не по себе, ведь это считается неопровержимым доказательством существования внеземного разума. Вы только представьте себе, мы не одни во вселенной. Это здорово или наоборот это пугает? Вывод будете делать после того, как вы услышите это послание, но об этом чуть позже. Почему сигнал называется вау? Все просто. Джерри Эйман, увидев на распечатке вот это, очень удивился и написал вау. Ну просто типа восторг такой, не знаю, что написать, напишу вау. Он мог написать вот дерьмо и тогда этот сигнал назывался бы вот дерьмо сигнал. Не думаю, что это звучит. Так что же означают эти... Да не, да не, ну почему? Вполне необычно и забавно. ...буквы и цифры. Вряд ли вы понимаете, ведь везде единицы, двойки, а тут прямо-таки пароль от вашей странички ВКонтакте. Почему это так сильно удивило Джерри Эймана? Пора менять пароль от странички ВКонтакте. ...эймана, а затем и весь мир. В этом мне поможет разобраться мой друг Артур Шарифов. Артур, тебе слово. Привет. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю мы получаем огромное количество радиосигналов. Поставьте радиоприемник на рандомную частоту и вы услышите эти шумы. Смысл в том, что для передачи, к примеру, музыки по радио мы используем кодировку. Ну, условно говоря, мы кодируем музыку в радиоволны, затем радиоволны отправляем, на приемники их получаем, декодируем и слышим музыку. Большое ухо работало подобным образом, только вот сигналы не декодировались в звуке. На бумаге фиксировалась интенсивность сигнала, для этого использовались цифры. Когда цифры заканчивались, начинали использовать буквы латинского алфавита от A до Z. И вот представьте себе, мы наблюдаем такую картинку. 1, 2, 3, все нормально. Шестерка вообще считалась чем-то из ряда вон выходящим. Ну и теперь представьте себе такую ситуацию. 6, I, Q, U. Это вообще уже почти конец алфавита и казалось чем-то ненормальным. Это был Артур Шарифов специально для программы ТОП СЕКРЕТ. Спасибо, Артур. Единицы и двойки, к слову, это просто излучение космоса, а этот сигнал был в 30 раз мощнее. И еще никогда до этого большое ухо не ловило ничего подобного. Давайте поговорим немного о самом радиотелескопе. Это важно и имеет прямое отношение к нашей истории. Когда вам говорят слово телескоп, что вы вспоминаете? Логично, что это. Когда радиотелескоп, многие из вас вспомнят вот это. И будут правы, но большое ухо был гадким утенком. Вот он, больше похож на футбольное поле. Да, это действительно странно выглядит. И как вы можете заметить, у него нет подвижной антенны. И для сканирования этот радиотелескоп используют вращение Земли. Вот представьте, там инопланетный корабль, и он подает нам сигнал. А здесь Земля с этим радиотелескопом. Земля крутится, улавливает этот сигнал, но крутится дальше. И заметьте, это еще один камень в огород тех, кто думает, что Земля плоская. Ну ты не понимаешь, просто тарелка крутится там в себе, там это, в разные стороны, да. И заметьте, это еще один камень в огород тех, кто думает, что Земля плоская. Еще один купленный идиот. Ку-а, все куплены, продажные его купили. Купили это все мнение. Плоская Земля это научно доказанный факт. Все исследования вы можете найти у меня на канале, он называется Теория Плоской Земли. Разоблачение, нам врали, теория заговора. Без приулетения, музык. Я бы тебе лицо разбил. Так что отныне оглядывайся на улице, когда ходишь, то оглядывайте. Кажется, здесь меня бесит. Смотрим дальше. Разоблачаем дальше. Это единственный случай в истории, когда этот радиотелескоп поймал сигнал такой интенсивности. Как мы видим на этом графике, интенсивность сигнала сначала повышалась, затем убывала. Ну действительно, когда мы постепенно приближаемся к сигналу, его интенсивность на приемнике должна увеличиваться. Это логично. Учитывая ограниченную ширину приема, сигнал по плану должен был сначала 36 секунд возрастать, а затем еще 36 секунд убывать. Так и получилось. Пик был достигнут вот в этом месте, и его интенсивность просто поражала воображение. Большое ухо следит за космосом по одной линии. А это значит, чтобы еще раз услышать этот сигнал, нужно ждать следующего попадания в эту точку. В 1980 году ему поставили опцию, позволяющую фиксировать одну точку и поизучать ее. Но так как этого не было в 1977 году, сигнал потерялся. И в следующий раз, когда большое ухо было туда направлено, уже ничего не было. Да и последующее изучение этой точки с помощью других мощных радиотелескопов ничего не дало. Неудивительно, там нет ближайших звезд, нет ничего, есть просто космос. Выходит, сам сигнал шел меньше, чем 24 часа. Что это было? Сигнал бедствия? Угроза в наш адрес? Или что похуже? В чем же особенность сигнала вау? В том, что его практически невозможно объяснить. Частота, на которой был получен сигнал запрещена для использования на Земле. Смотрите в чем дело. Физики Бернард Оливер, Джузеппе Кокони, Филипп Моррисон были уверены, что 1420 МГц это самая подходящая частота для межзвездного общения. Вода это очень и очень важно. Без воды мы бы погибли. Как бы. И все формы жизни должны это понимать. А молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного кислорода. Погуляв по интернету мы узнаем, что водород тоже излучает на частоте 1420 МГц. Оливер назвал эту полосу водяной ямой. Типа выделил линию для межзвездных смс. И теперь эта частота прямо таки надежда для тех, кто хочет найти пришельцев. Слышали про телеграм? Вот это все шуточки. Если вы хотите реально анонимного общения, общайтесь водородом. Запомнили, что я сказал? Уж очень надеюсь, мы к этому еще вернемся. А вот теперь. Любопытное анонимное общение. И мы наконец дошли до сигнала, который мы все так хотим услышать. Эта запись набрала почти миллион просмотров и считается той самой записью 1977 года, которая идет 72 секунды. Только предупреждаю, это будет достаточно жутко. Ну как, пошли мурашки по коже? Нет. Создается ощущение, что ты слышишь космос. Веришь в то, что мы не одни во вселенной. И может быть когда-нибудь мы узнаем больше и отправимся далеко-далеко на поиски тех, кто отправил это сообщение. Или может быть они уже на пути к нам. Там далеко-далеко есть земля. А может быть это просто набор шумов? Или не просто набор шумов? Теперь пристегните ремни. Как там принято на ютубе говорить? То, что я услышал... Ааааа! Аааа! Аааа! Господи, этот зеленый фильтр! Нееет! Я понимаю, о чем он! Сука! Хаха! Ой, какаа! О, господи, у меня сразу такие флешбеки джух 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 пролетают в голове. Как же много таких подобных блогеров используют этот фильтр и нагоняют какой-то невероятной жути на ю тубе говорить то что я услышал не поддается объясню я ускорил запись и услышал нечто пугающе это было очень пугающе об этом я сейчас расскажу вот и мнение по себе они пытаются с нами общаться я не могу в это поверить зато могу поверить в то что этот ноутбук даже не работает а в ванне не особо удобно мы услышали голос да а давайте теперь ускорим эту запись еще голос стал отчетливее и можно понять что это мужчина разобрать его речь конечно же трудно но все-таки можно он говорит по-английски властем от 7 п.м. we've got 10 61 10 61 или 10 61 что это значит для этого нам понадобится google поищем 10 61 очевидно что это какой-то код выясняется что это полицейский код обозначающий остановку подозрительного автомобиля чувствую себя Шерлоком и мне это нравится то есть это просто фейк полицейское радио ускоренное во много-много раз это тот самый случай когда фейк распространяется ради просмотров если конечно это не полицейское радио с какой-нибудь другой планеты тогда пойдем точнее он хотел сказать замедленная то есть это просто фейк полицейское радио ускоренное во много-много раз это тот самое Замедленная во много-много раз А ускореная а мы ускорили и в мире что вот 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 Вот-вот. В случае, когда фейк распространяется ради просмотров, если конечно это не полицейское радио с какой-нибудь другой планеты, тогда найдем настоящую запись. Леха, мы летим в Америку. По пути в аэропорт я решил посмотреть сайт этого радиотелескопа большое ухо и выяснил, что в тот момент там не было никакой записывающей аппаратуры. То есть никаких аудиозаписей в принципе быть не может. Хорошо, что не поехал. Ты не мог это уже в самой Америке выяснить. С фейком разобрались, а теперь главный вопрос. Кто послал сигнал? Уфологи вот например уверены, что это были пришельцы, хотя странно говорить пришельцы, они ведь сюда не прилетают. Правильнее было бы где-то тамцы, нормальное слово вроде. Но так как уфология это псевдонаука, не имея ничего общего с наукой, они могут думать что угодно. Но профессор астрономии Антонио Перрис с ними не согласен. Ему пришла в голову идея, дай-ка посмотрю какие кометы в то время пролетали в том месте, откуда шел сигнал из созвездия Стрельца. Ведь в 1977 году на самом-то деле не искали кометы и где какая пролетала никто не знал. А он выяснил, что в это время в этом месте было сразу две кометы Кристенсен и Гипс. Суть в том, что как оказалось кометы на миллион километров вокруг себя выделяют газообразный водород. Я не астрофизик, но этому посвящены целые исследования и это установленный факт. А помните, что я говорил про водород, что он излучает на частоте 1420 мегагерц, а сигнал был пойман именно на этой частоте. А теперь найдите связь. Уфологи конечно, допустим, уже этого не приняли и сказали, что тупой, как на этом расстоянии вообще что-то можно услышать. А правительство купило, его правительство купило, но проверить это удалось. С 27 ноября 2016 года по 24 февраля 2017 было проведено 200 исследований. Исследования показали, что комета Кристенсен действительно отправляет, так сказать, сигнал в этой частоте на Землю. Радиотелескоп отвел на 1 градус, сигнала нет. Навел на комету, сигнал есть. Также наблюдались три рандомные кометы из базы данных GPL Small Bodies. Комета Тенагра, Панстарс и Линьер. И что вы думаете? Тот же радиосигнал. А это значит, что какая бы комета в то время не прилетала в созвездие Стрельца, Большое Ухо все равно бы принял этот сигнал. Просто потому, что повезло, что и стало загадкой на все это время. Ради справедливости стоит отметить, что несколько сотрудников СЭТИ, программы по поиску внеземных цивилизаций, категорически не согласны с этим исследованием. И продолжают дальше искать внеземные цивилизации. Ну как? Куда же без этого? Нужно же людям во что-то верить. Ну? Как можно их винить? Они все-таки заинтересованные лица. С другой стороны, этот проект ищет пришельцев в определенных радиодиапазонах. Окей. А что если это бессмысленно? Мы то думаем, они на такой-то там чистоте нам сигналы посылают. Да что за бред? Они могут делать совершенно что угодно на миллиарды километров. А мы этого даже не поймаем. КОНЕЦ Как мы можем знать на 100%? А мы и не знаем. Мы просто показываем самый объяснимый вариант. Ведь по сути есть вероятность, что это могло быть что угодно. Маленькая, но вероятность. Вспомните человеческое послание пришельцам, которое транслировалось в космос при помощи обсерватории Аресиба. Логично, что инопланетяне будут ждать еще сигналов, но они не дождутся, потому что мы в то место больше ничего не отправляли. Так же и мы услышали один раз, ждем, а второго раза и нет. Мы, как и те инопланетяне, подумаем, что это был какой-то сбой. Чтобы ждать ответ, нужно постоянно посылать сигнал. А стоит ли? Вы же в курсе, что Стивен Хокинг уверен, что нам не нужно этого делать, потому что приедут плохие инопланетяхи и будут нас пытать и всякое такое. Это пища для размышлений. Все известные факты я вам предоставил, а верить кому-либо вы должны только после изучения материалов. Все ссылки в описании. Изучайте и мыслите критично. Мне верить не нужно. Я не ученый в конце концов. Ставь лайк в моем инстаграме. Между прочим, это поможет связаться с пришельцами. На самом деле, ребят, хотелось бы верить, что мы не одни во вселенной. Фактов нет. Вериться с трудом. И перед тем, как я начну танцевать разоблачительный танец, у Артура Шарифова есть свой собственный канал, где вы, во-первых, увидите логическое продолжение этой истории, а также много интересных роликов о науке и космосе. Ну, я так и знал. Я так и понял уже. Да и вообще, это не последнее наше совместное видео. Обязательно подписывайтесь. Ребята, будьте критичны. Это самый простой и самый действенный способ не быть обманутыми. разоблачительный танец. Покуражились, ребята. От души покуражились. Ну, что? Давайте будем верить во все. Это все проплачено. Кто обо всем нам врет, это самое. Столько людей делали контента и на причленцам, и столько всего, знаете, обсуждают. Мне кажется, даже поди сейчас, если даже введешь поиски, что-нибудь подобное, люди до сих пор это обсуждают и ищут мистику там. И даже ты еще даже и не задумался. Ладно. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан, и увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.